Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Кыргызские пограничники Кыргызстана на крыше двух домов, расположенных на пограничном участке села Махсат Лелекского района и села Уфчик-Калача Таджикистана, вывесили флаг Кыргызстана. Своё действие пограничники объясняют тем, что это было напоминание проживающим в этом доме гражданам Таджикистана, что эти дома расположены на территории Кыргызстана. Однако проживающие в этих домах граждане Таджикистана Абдугафор Джалалов и Мухаммад Али Абдулоев выразили мнение, что действия кыргызских пограничников незаконны. А принадлежность данной территории находится на стадии обсуждения сторон. Руководитель регионально-пограничной службы Сагдийской области Таджикистана Мухаммад Джафаров назвал действия кыргызских пограничников провокационными. После недельного противостояния сторон в результате двухсторонних переговоров кыргызская сторона убрала вывешенные флаги республики. Глава Аильного округа Куатпик Сулайманов отмечает, что дома, в которых были вывешены флаги республики, зарегистрированы в Кыргызстане. Таджикистанских граждан, живущих в арендованных домах, необходимо выселить. В противном случае граница все отодвигается не в нашу пользу. Чтобы решить данный вопрос, необходимо ускорить решение вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией госкраниц. На самом деле эти земли считаются нашей территорией, зарегистрированы в нашей республике. В этих домах сейчас проживают таджики, а не арендуют их. Нами в настоящее время проводится работа по установлению личности хозяина этого дома. Мы всего-навсего, чтобы напомнить, что это наша территория, повесили флаги. А это очень негативно восприняли наши соседи. В свое время экспрезидент Акаев из-за усиления таких действий уделял особое внимание данному вопросу. В частности, он выделил специальные средства на строительство домов, тем самым укрепляя пограничную зону республики. Чтобы приостановить повторение таких инцидентов, необходимо активнее подвигать вопрос по определению границ Кыргызстана и Таджикистана. Рассказал он. В селе Максад, расположенном на пограничном Кыргызско-Таджикском участке, в настоящее время проживает более 100 семей. Данное село было создано в 1996 году в целях укрепления границ с Таджикистаном. С Кыргызской стороны были выделены средства для обеспечения этого села водой. МЧС Кыргызстана построил 61 дом для переселенцев и многодетных семей. Аильны Окру-Кулунду граничит с Таджикистаном. И здесь систематически возникают конфликтные ситуации по вопросам земли, воды и пастбищ. Эксперты отмечают, что для достижения положительных результатов по снижению напряженности на приграничном участке необходимо решение в нем социальных вопросов. Организация Объединенных Наций начат проект по снижению напряженности на Кыргызско-Таджикском участке границы. На реализацию данного проекта предусмотрено 5 миллионов долларов. Такие усилия могут дать положительные результаты. Руководитель проекта Талайбе Казимов отмечает, что через решение социальных вопросов можно достигнуть улучшения отношений между двумя народами. Общая сумма проекта предусматривает 5 миллионов долларов. Основной целью проекта является установление мира на пограничных районах. Для достижения этой цели мы работаем с разными социальными слоями населения. Работаем с молодежью, с женщинами. Наша основная задача – развитие пограничных территорий. Мы также способствуем решению пограничных проблем путем поддержки глав местных властей по улучшению их опыта в вопросах урегулирования конфликтных ситуаций. Решение вопросов по улучшению инфраструктурных объектов, строительства и ремонта тех инфраструктурных объектов, которые могут содействовать снижению конфликтных ситуаций. Рассказал он. Было зафиксировано только 9 конфликтных ситуаций. Руководитель регионального пограничного управления Уларбек Шаршеев говорит, что улучшению конфликтогенной ситуации на пограничных участках послужило также более тесное сотрудничество пограничников двух стран. Уларбек Шаршеев отметил, что в 2016 году также будет проводиться соответствующая работа. В 2015 году по сравнению с 2014 годом приграничных районах конфликтные ситуации сократились в четыре раза. Считаем, что достижение таких результатов способствовало более тесное взаимодействие местными жителями и местной властью. Проведение среди населения разъяснительной работы – это также результат правильных ориентиров пограничников. Также были проведены совместные учения с участием наших пограничников и руководителей пограничных подразделений на Таджикстане. Аналитик Тактемир Эшалиев отмечает, что приграничные вопросы должны быть всегда в поле зрения государственной власти, а не только в тех случаях, когда возникает конфликтная ситуация. Он считает, что инциденты на приграничных территориях, которые являются злободневной проблемой и для государства, и для общества, могут быть решены только в том случае, когда будут решены вопросы определения границ. В противном же случае эти проблемы могут обостряться. В определенный момент может так случиться, что ситуация может выйти из-под контроля. Местная власть и местное население прилагают все свои усилия для того, чтобы не было конфликтных ситуаций в приграничных участках. Но из-за безрезультативности работы паритетной комиссии на приграничных участках продолжают иметь место конфликты. Эта проблема будет сохраняться, пока не будет решен вопрос по определению границ. В некоторых селах кыргызи и таджики проживают перемешку через дом. Соседи часто конфликтуют между собой. Иногда возникают конфликты из-за незначительных разногласий, которые в конце концов приобретают приграничный характер. Подытожил он. Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 978 километров, из которых делимитизировано всего 530 километров. Спорные 448 километров границы проходят через густо населенные районы Сагдийской области Таджикистана. Существуют только условные границы. Эксперты отмечают, что возникновение конфликтов связано с условным разделением границ и затягиванием вопросов их делимитации и демаркации. Материал специальный для IWPR подготовил из Баткена Джениш Айдаров. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok